Нежданный гость в ночь со среды на четверг будоражил покой мирных жителей деревни острова. Неведома зверушка в ночи переполошила хозяйских кур одной из жительниц поселка, а по утру оказалось, что гостем немного подпортившим забор был обыкновенный бобер. Слух по деревне разошелся моментально. Кто-то из начальства позвонил в инспекцию по охране природы. Вскоре приехали специалисты и отправились на поиски бобра. Оказалось, что животное за это время пробежало по полю уже порядка километра. А сельские мужики наблюдали за происходящим и не давали животному выбежать на трассу. Именно из-за присутствия вблизи поля оживленной трассы бобра необходимо было выловить, чтобы затем выпустить в естественную среду обитания. Но увидав мужиков с подсаками, да еще и с видеокамерой, животное стало убегать и скрылось в огромные лужи на территории колхозного поля. Невозможно сказать точно, откуда в острове появился бобер. Есть предположение, что он пришел с мелиоративных каналов на хуторе Александровича, где есть поселение бобров. Но тогда возникает вопрос, в поисках чего животное прошло расстояние в 3 километра. Бобер ни в какую не хотел самовольно полизать в подготовленный мешок. Но спустя время, то ли животное устало, то ли ловец Алексей наловчился, зверек оказался в мешке. Затянули потуже веревки, погрузили в машину. И поехали показывать бобру его новые апартаменты. Согласно правилам везения охотничьего хозяйства и охоты, охотопользователи обязаны осуществлять охрану диких животных, в том числе находящихся в бедствии. То есть в данном случае дикое животное бобер забрело в населенный пункт деревни Острова. Для того, чтобы оно не погибло, мы произвели его отлов и высадку в среду его, естественно, обитания. То есть озеро вблизи деревни Махначи, Слонимского района. Чудесное лесное озеро вблизи деревни Махначи стало новым домом для бобра-путешественника. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...